Так, ребят, скажите, пожалуйста, как меня слышно? Если слышно, то минутки три, и мы начинаем. Светочка, слышно очень хорошо. Все, отлично. Сейчас тогда. Не успела, ребят, записать то, что нужно будет на 21-дневный марафон. Запишу чуть попозже, потому что вопросов много. Ребят много присоединяются. И поэтому вот так, у меня телефон то один, то второй на зарядке стоит. Светочка, расскажи, пожалуйста, про волосы. Как мыть волосы пока? Так, про волосы. Смотрите, вообще я рекомендую сначала проскрабить кожу головы, потому что с шампунем у нас частички вот эти вот лишние не смываются. А когда у нас не смываются эти частички, то у нас, во-первых, забиты капилляры. Они не так фунциклируют, или как там правильно сказать. Вот. И когда у нас рост волос получается немножечко не такой, как бы нам хотелось. И у нас идет вот это вот, что у нас такое голова? То есть многие же говорят, да, есть такое. Есть такое, что некоторые говорят, что волосы – это наша память, родовая, там еще что-то. Ну, то есть очень-очень много всего, что нам говорят про волосы. Вообще волосы, я могу сказать так, что они несут очень много функций. Это действительно антенны, это те антенны. Слав, выключи, пожалуйста, камеру. Чтобы потом кто смотрел, было удобнее смотреть. Слава, выключи, пожалуйста, камеру. Ребят, смотрите, пожалуйста, за кнопочками. Вы их нечаянно нажимаете, а потом эфир не очень удобно смотреть. Вот. Волосы, длинные волосы, но волосы, они отвечают за тот род, который у нас есть в этой плотности. Это действительно так. Так, это информационные антенны, я бы сказала, которые дают вам силу в этой плотности. Но если вы хотите быть, как сказать-то, на иных вибрациях, то волосы лучше вообще быть. Чем короче они, тем лучше. То есть вообще некоторые сбревают. Почему монахи сбревают волосы? Это же не для того, чтобы они были покорными. Монахи сбревают волосы, потому что они ходят между мирами. То есть там у каждых монахов, у них есть свои стадии, куда им можно заходить. Когда они обучены там чему-то, там еще что-то. И когда мы сбреваем волосы, когда у нас они короткие, то чем короче волосы, тем быстрее мы можем ходить по разным плотностям. Но по разным плотностям мы, опять же, можем ходить, когда у нас есть внутреннее знание, что и зачем мы это делаем. И я вам могу сказать, что у меня есть знакомая. Одна знакомая, которую я лично знаю, она... Вот я уже рассказывала, да, что ей 90 лет, и она в 90... Она была... Давайте я расскажу эту историю быстренько. Она была обычной бабушкой 90-летней, которая собиралась уже на покой. То есть у нее уже внуки, правнуки, ей уже ничего не интересно, как большинству бабушек, в принципе. Вот. И она в таком состоянии была, что очень болезненная. У нее поджелудочная железа практически уже не работала. Вот. А все мы с вами знаем, да, что поджелудочная железа, это тоже она отвечает за определенную работу органов, органов, которая очень много дает нашему организму, в том числе и жизнедеятельности. Вот. И как-то в один прекрасный день к ней приехали дети, внуки, и привезли правнучку. Правнучке что-то было там несколько... Несколько лет, там, наверное... Ну вот она... Сколько она говорила? В общем, недавно она начала более или менее разговаривать. Более или менее разговаривать, то есть, ну, где-то, наверное, года два. И она ей сказала определенную фразу, я не буду ее сейчас озвучивать. И она ей сказала определенную фразу, и, говорит, у меня просто как перемкнуло меня. У меня, говорит, как будто бы выщелкнуло. И мне очень сильно захотелось жить. Но я понимала, что мне как бы... Я уже не жилец, мне 90 лет. Там сколько я была? Ну, около 90, да, 91-92, что-то такое. Вот. И поджелудочной железы практически нет. Нет. И после этой фразы, говорит, мне настолько перевернуло весь мой мир. И она после этой фразы начала себя приводить в порядок. В общем, она не просто начала себя приводить в порядок. Она настолько собой занялась, что... Она мне... Она прям... Она приехала из Индии со мной повидаться. У нее там, как она сказала, миссия посмотреть... Посмотреть что-то... То ли какой-то посланец я, то ли что-то еще... Ну, что-то такое. Я еще пока этого не понимаю, поэтому не буду об этом говорить. Вот. И... Она мне показывала две... Как она? УЗИ. Ну, короче, две фотографии. И на одной фотографии у нее... Я не медик, я не разбираюсь, но она мне показала там, где вот эта вот поджелудочная железа. А на второй фотографии две поджелудочные железы. То есть, когда мы с ней виделись, ей было порядка 130 лет. Это было, наверное, года два назад. Ей было порядка 130 лет на тот момент. Вот. И она сказала, что через 10 лет она поехала в Индию. Она себя уже более или менее привела в порядок. Она поехала в Индию. Еще через 10 лет она там вышла замуж. И она себе отрастила вторую поджелудочную железу. Она себе отрастила вторую поджелудочную железу. Говорит, а первую я сейчас, которая уже негодная, я, говорит, ее сейчас растворяю. Естественно, внутри себя. Вот. Выглядела она. Я сначала не могла понять. Думаю, что за женщина какая-то странная. Фигурка такая вот аккуратненькая, как у девочки. Но понятно, что она была в одежде. Я не вижу, какая у нее кожа. У нее руки без пигментных пятен. А не как у старческие такие, знаете. У нее нет вот этих вот гусиных лапок. То есть она такая ухоженная женщина без возраста. Ну, не знаю, где-то примерно около 60-65 лет. Вот как бы я вот так вот сказала. Естественно, когда она мне рассказала свою историю, я на тот момент уже не была шокированная. Я слышала такие истории. Но тогда я первый раз увиделась в живую, чтобы потрогать. Первый раз увиделась вот с таким человеком. Она поставила клетки на регенерацию. Она мне показала фотографию. Она говорит, вот примерно через столько лет я дойду до таких форм, где ей было 43 года на фотографии. И в этом теле, говорит, я останусь до тех моментов, пока я не выполню все свое предназначение в этой плотности. И у нее были очень короткие волосы. И она говорит, я изначально, когда я познавала себя, мне, говорит, нужны были обязательно длинные. Причем, говорит, я их отращивала. Они сначала были седые. А потом уже седина через какое-то количество времени прошла. Но, говорит, так как я сейчас уже, говорит, скажу по другим плотностям, волосы очень сильно задерживают. Она с очень короткой стрижкой. Вот. Поэтому про волосы здесь такая вот история. То есть здесь двоякая. Если вы... Нет такого, что если вы без волос, значит, что-то плохое. Но волосы должны быть всегда в хорошем состоянии. То есть вот у меня сейчас они в отвратительном состоянии, потому что у меня они, в принципе, очень густые волосы. Жесткие. Ну, как жесткие. Кудрявые они все жесткие. Вот. Но мне тут захотелось покраситься, и я это сделала. А волосы уже не принимают краску. Вот. Я еще раз проэкспериментировала на себе. Но на лысо пока стричь себя не готова. Я думаю, что летом я как-нибудь так отхожу, а к зиме, наверное, сделаю какую-то короткую стрижку. Или, возможно, уже к зиме отращу по новой всю длину. Вот. Что мы будем делать? Волосы должны быть обязательно хорошими проводниками, какими бы они ни были, в этой плотности, либо в другой плотности. Поэтому что мы делаем для волос? Мы сначала скрабируем кожу головы. Скрабировать. Есть специальные скрабы для головы. Прям для волос. А если я не покупала эти скрабы никогда, потому что в них столько химии, там, ну, мне не очень нравится. Я просто делаю крупную соль, обычную соль. Покупаете. На грязную голову обязательно, чтобы было немножечко засалено. Делаете, немножко добавляете масла. Почему масло? Потому что соль в масле практически не растворяется. И оно не будет так вы не про... Чтобы не сильно голову проковырять прям. Очень аккуратно, очень мягонько. Прямо кончиками пальчиков. Начинаете ее очень хорошо массажировать. Но не сильно. Иначе вы там всю кожу сотрете себе. Потихонечку массажируете. И после того, как вы промассажировали хорошо голову, просто потом вы ее смываете. Смываете. И уже когда вы в следующий раз моете голову, через сколько это будет там, через неделю, через три дня, неважно, делаете такой раствор. Очень хорош для того, когда мы открываем новые луковицы, то мы начинаем воспринимать новую информацию. Вы об этом, наверное, многие слышали. И чтобы нам раскрыть новые луковицы, очень хорошо раскрываются вот этими компонентами никотиновая кислота, потом никотиновая кислота, настойка алоэ и настойка прополиса. Как их смешивать? Смотря какие у вас волосы. Но я, в принципе, делаю на свои. Я все 10 ампул. То есть я покупаю обычные ампулы. Давно уже не делала. Тоже нужно будет все я купить. Никотиновая кислоту. В какую-нибудь емкость, естественно, не железную. Выливаю я все вот эти вот 10 ампул, они поскольку там по миллилитру, не знаю, в общем, обычные дела. 10 ампул, потом я туда выливаю половину бутылька сока алоэ и половину бутылька... Она дает реакцию. Ну, она моментально... Все реакция, это немного там смешает. И я беру просто... Шприц 22, естественно, без иглы. Набираете и вот так вот рядочками проходите и все массируете. Массируете, потом одеваете какую-нибудь шапочку, любую, целлофановую, либо пакет. Это причем для женщины, для мужчин, это не только для девочек. Вот, одеваете целлофановую шапочку и потом одеваете обычную шапку. И так не менее часа. Иногда я делаю, чтобы прямо у меня... Оно где-то, ну, наверное, на... На часа 4-5, вот так вот я делаю себе. И все. И оставляете. А потом смываете обычным своим привычным шампунем, добавляете там кондиционер, если вам нужно. И это очень хорошо для волос. То есть это запускает циркуляцию новых вот этих вот луковиц. Это запускает новую циркуляцию, то есть новое принятие информации. Это очень хорошо. И женщины, и мужчины буквально после первого-второго применения вы почувствуете, насколько это... Прямо по-другому стали реагировать вы на это. Вот. Так, еще давайте пройдемся по вопросам. По вопросам. Во-первых, голова болит, да? Сказали мне, что болит голова у кого-то. Это выходят токсины. Сейчас я покажу упражнение. Как сейчас. Смотрите. Берете любую, карандаш или ручку, если головные боли, зажимаете вот так вот. И так ходите, засекаете пять минут. Что происходит? Когда вы так зажимаете, сначала кажется, ну что такого, ничего страшного. Через буквально минуты три у вас весь кровоток будет вот сюда вот поступать. То есть, чтобы держать эту ручку, здесь уже будет печь у вас. Вот. У вас весь кровоток пошел вот сюда вот. Потом вы ручку через пять минут убираете, этот кровоток максимально быстро по всем капиллярам будет разъезжаться обратно. Вот. И очень хорошо помогает от головы. Не всем, но попробуйте такое упражнение. Вот. Это очень хорошо. Ну и, конечно же, вам порекомендовали клизму, да? Действительно, токсины она хорошо вымывает, поэтому клизму очень хорошо. Если при головных болях, если какое-то головокружение, тошнота, вот эти все моменты очень хорошо помогают. Так, еще какие-то были вопросы у нас? Светочка, а вот расскажи, регулярно вообще мыть голову, чем тогда? Слушайте, ну я вообще редко голову мою. Прям совсем редко. Но так как я спортом занимаюсь, и вот особенно летом на велосипеде, вот я еду, и меня вот если я еду с... не захватывая в какой-нибудь хвостик, то у меня... я приезжаю домой с целым зоопарком, у меня столько там всякой мошкары, в кудрях запутывается, приходится мыть. Я мою просто обычным... я нахожу обычные шампуни для кудрявых волос. Они мне не очень нравятся. Кто-то моет сода, я пробовала, мне не помогает. Кто-то моет вот этим вот орехом, да, мыльный орех. У меня и мыльный орех тоже есть. У меня не промываются после мыльного ореха. Может быть, я как только его не делаю. Я замачивала его очень много. Не промываются у меня после мыльного ореха. Я, если честно, себе вот для головы мне очень сложно что-то подобрать, потому что кудрявые волосы, они сухие. И что-то такое... Я обязательно еще маслом после этого мажу. Каким-либо. После мытья головы. Потому что у меня они вот прям сухие волосы. Пробовала хозяйственным мылом, но для кудрявых волос это просто... Они еще больше сушатся. Поэтому, если кто-то что-то порекомендует, я бы тоже, наверное, что-то бы попробовала. Но я очень много перепробовала. Единственное, вот маски, да, они смягчают. А что потом, чем мыть? Ну, вот ни хлеб, ни сода, ни горчица. Для меня это никак. Только обычные шампуни. Ну, как, постаралась купить какие-нибудь бессульфатные, конечно? Светик, береги плавно про кожу. Про кожу? Да, вот, например, у многих трескается, а у меня, например, экзема. То есть, вот, почему, как и на что надеяться? Посмотрите, это грибок. Во-первых, возьмем... Это грибок. И, ну, то, что мы не принимаем внутренний и внешний мир, это понятно. Что ты... Ну, подожди еще сейчас чуть-чуть. Очень хорошо, если аллергическая какая-то реакция, бери-бери, то очень хорошо завариваете лаврушку, можете пить, можете протирать. Ну, смотрите как, есть очень хороший рецепт. У меня старшего сына в свое время была аллергия, причем такая достаточно сильная, и врачи ничего не могли... У него не аллергия, у него какая-то сыпь была, он расчесывал прямо вот здесь, где локотки, расчесывал до корочки, до крови. Что бы только ни пробовали. Когда уже выписали гормональное средство, думаю, так, не пойдет. И я смогла избавиться только одним средством. 200 грамм масла, желательно холодного отжима, наливаете в какую-нибудь, в кастрюлечку маленькую. Когда масло, вот эти вот 200 грамм, начинает не кипеть, а перед тем, как закипеть, то есть только маленькие пузыречки начинают подниматься, вы туда высыпаете упаковку лаврушки, обычную упаковку, либо сколько там в упаковке она идет? 10 грамм, да? Либо берете там... Вот сколько? 10 грамм обычно, если есть возможность купить домашнюю лаврушку, то примерно столько же туда засыпаете, в это масло, оставляете томиться на минимальном огне 15 минут, потом выключаете и после охлаждения переливаете. Можете с листочками, можете уже без листочков перелить. И вот этим вот маслом, мажете, оно очень хорошо. То есть лаврушка, что она делает? Она убирает практически все грибковые, то есть все вот эти вот аллергические реакции с кожи, она практически все убирает. Ну, а масло, оно заставляет держаться максимально долго на теле. То есть масло, оно немножечко запечатывает наши поры, и получается, что кожа как бы вдохнуть не может ничего, кроме этого лаврового листа. Попробуйте так. Еще я посмотрела про пятки. Еще очень, может быть, вам поможет. Постарайтесь найти хозяйственное мыло, вот как, знаете, как было раньше. Не то, что сейчас со всякими там с глицеринами, еще с чем-то. Либо ручной работы, вот они продаются, вот эти вот хозяйственное мыло, либо там еще что-то. Обычное хозяйственное мыло. Вы помылись, а потом хозяйственным мылом намазались. Оно не очень вкусно пахнет, но есть такое. И оставили его, не смываете. И когда вы его оставляете, не смывая хозяйственное мыло, то тоже вот эти вот все грибковые чудеса, они проходят. И с пятками тоже. Когда пятки трескаются, пятки трескаются, это нарушение гормонального фона. Это не потому, что какие-то аллергические реакции. Пятки – это гормоны всегда. Вот, когда идет перестройка гормонов, когда вы переходите с питания на питание, еще что-то, всегда трескаются пятки. Вот, сушатся, трескаются, там еще что-то происходит с ними. Очень хорошо тоже вымачивать, пяточки вымачивать, берете соду, в тазик делаете себе в ванночке соду, и туда на терке натираете, тоже так же хозяйственное мыло, либо детское мыло. Если нет возможности найти без добавок вот это вот 72-процентное хозяйственное мыло, то детское мыло тоже без всяких добавок. натираете туда, и ноги там минут сколько там, ну, пока водичка не останет, там вот в этой вот воде начинаете вымачивать свои ножки. И когда это все заканчивается, то тогда, сейчас секунду покажу вам. вы смываете обязательно, потому что там же с содой, вы смываете, и потом есть оно на любых сайтах, Озон, Велберис, там за границей, наверное, экстракт монарды, вот такой вот, для ногтей, для кожи, для пяток, оно прямо очень хорошее. Вот. И из всех масел, которые я пробовала, мне понравилось больше всего это. У меня, во-первых, нет на него никакой аллергической реакции, что у меня очень редко. То есть у меня бывает такое, вот я вчера сходила в новый бассейн на растяжку, и я просто уже к вечеру, уже вчера была просто круглая, сейчас у меня отек еще, он не сошел. То есть вот это вот настолько там хлорированная вода, что я просто, мне кажется, я пол бассейна с собой забрала. Поэтому для меня, чтобы что-то не дало аллергическую реакцию, как бы это так сложно. Вот. И потом намазываете полностью ножки вот этим маслом монарды, вот. Оно очень хорошо впитывается, практически сразу. Вот. Вот у вас не остается никакой липкости. Вот. И очень хорошо для пяток. То есть оно убирает все грибки. Вот. Давайте, ребят, следующие вопросы. Светик, еще по этой теме. Вот кельтское мыло, у меня есть там 40% лаврового, экстракта лаврового листа и 60%, как пишут, оливкового масла. Вот это мыло, можно ли против экземы на тело наносить и оставить? Ой, слушай, попробуй. Попробуй. Я не знаю, что там еще идет. Попробуй. Я знаю, что у меня тетенька была с экземой, у нее была такая экзема, что у нее... Смотрите, это же у каждого... Вот эти вот грибки, которые нам говорят, что вот этот вот грибок такой-то, у этого грибка есть очень много, у каждого грибка есть очень много вот этих вот подпунктов. И один может это пережить, потому что у вас, у вас же остается, смотрите, этот грибок остается и на одежде, и на простынях, и на полотенце, он же везде остается. То есть, чтобы от него уйти, это вам не просто нужно за один раз, это вам нужно все перестирать, причем перестирать в такой достаточно с обеливателем или с чем-нибудь таким, ну, цветное белье, конечно, с обеливателем, нет, ну, что-нибудь на 90%, на 90 градусов, то есть, чтобы прям пропарило так хорошо, чтобы убрать вот этот вот весь грибок, во-первых. Вот. И, во-вторых, вот у меня была женщина, у которой начали выпадать волосы, то есть корочка экзема настолько заполонила, что у нее волосы не смогли прорастать через эту корочку, они начали выпадать. Мы избавились от этого только вот этим вот маслом с лавровым листом, хозяйственным мылом и, конечно же, сухими днями. Ну, сухие дни мы вводили очень аккуратно, очень осторожно, потому что была очень сильная интоксикация, когда есть какой-либо грибок в организме, а он есть у нас практически у всех, ну, у всех, я бы сказала, что практически, у всех он есть. Вот, смотря в какой степени, поэтому интоксикация от грибка идет очень сильно. Спасибо, Светуль. Давайте, ребят, дальше я тут детям готовлю, задавайте вопросы. Про бег ты хотела рассказать. Про бег, смотрите, ребят, про бег. Вот, бег, это классно, но он подходит не всем. Я вообще бег не люблю. Бег, это нужно очень четко понимать, что если вы бегаете, нужно понимать, что если вы бегаете по асфальту, то у вас должна быть обязательно обувь для асфальта, иначе вы забьете себе все суставы. Это будет вам вообще не во благо. Если у вас есть возможность бегать либо по специальному покрытию, вот как на кортах, знаете, такое есть резиновое, либо если вы будете бегать где-то в лесу, это, конечно же, хорошо, но тоже обязательно должна быть специальная обувь, и желательно с наколенниками, то есть это очень важно. И если у вас бег идет в одном ритме, то он идет только как на кардионагрузку, то есть он идет только вот на сердечную мышцу. Если вы делаете его разносторонним, то есть как мы говорили про ходьбу, то есть 5 минут так, 10 минут так бежите, с разным темпом, если вы начинаете бежать, то он тогда укрепляет все сухожилия. Это уже про другое получается. Я занималась вот этим вот экстрейлом, как они правильно называются, мне нравилось, но я понимаю, что там, если им заниматься профессионально, то есть я немножко там попробую, то это не всем это по карману, так скажем, потому что там одна обувь, самая минимальная, которая для вот этого экстрейла, она не меньше 15 тысяч стоит. Поэтому это тоже такое. Если кто-то любит бегать, это хорошо, можете побегать, там на беговой дорожке они специально предназначены для этого, но опять же там воздух не особо предназначен. Поэтому с бегом очень аккуратно. А ходьба, особенно вот эта, знаете, скандинавская ходьба с палками, она вообще крутая. Мне кажется, что она и руки, и плечевой пояс получается, вот этот подвижный, и она более такая, как мы к этому готовы, наверное, как люди к этому готовы. Ну и, конечно же, велосипед. Там большая нагрузка идет на спину, на спину идет нагрузка больше, чем на ноги на велосипеде, если честно, если у вас правильная посадка. Вот, это очень хорошо укрепляет позвоночник. Тренажер-велосипед тоже нормально? Тренажер-велосипед, смотрите, ну, нормально, но это такой халявнический немножко, потому что дома, когда вы, если вы устали, то вы как бы устали, вы можете подъезд, сделать поменьше, уже можете расслабиться, руль отпустить, и сидите, вы же не упадете никуда. Тут нужно тогда за собой очень хорошо следить, потому что, если вы на обычном велосипеде, вы устали, не устали, вам нужно подняться в горку. Вы руль не отпустите, либо вы шарахнетесь с него, потому что, и здесь, там другая нагрузка. Все равно, вот я на велотренажерах в спортзале никогда не сижу, потому что я один раз посмотрела, просто за собой понаблюдала, думаю, ну, блин, нет, конечно же, нет. Это я себя даже ловила на том, что думаю, ну, надо же как-то более ответственно к этому отнестись. Вот, если вы будете за собой следить, если вы будете выставлять программу себе четко по программе, то тогда, наверное, да. Но должна быть обязательно посадка, то есть седло нужно поднимать высоко. спасибо, Светуль. Еще вопрос у меня про заход солнца, вот есть, да, я просто впервые услышала сейчас, просто вообще в удивлении в таком, от такой информации, что есть лучше после захода солнца, а летом, когда заход солнца, да, ну, когда он вообще заход, он может там полдесятого. А вы к этому времени перейдете уже на одноразовое питание? Ну, если не получается, то не получается. Это же лучше, это же рекомендация. Смотрите, у нас устроен так организм, что когда у нас есть солнечный день, мы устроены действовать. Мы так живем. А когда идет Луна, мы устроены получать информацию, для получения информации. Вообще, если мы максимально уберем вот эти вот зацветки, вообще нами управляет Луна. Всеми. Если мы об этом, ну, я, наверное, сейчас об этом не буду говорить, я все-таки, почему я это буду говорить на 21-дневном марафоне, потому что мы там будем на сухие заходить, у вас уже будет такой оголенный ум, и я вам буду давать там другую информацию, которая не совсем приятна даже всем. То есть я, когда ее тоже узнала, эти знания, когда ко мне пришли, я какое-то время даже сопротивлялась, не хотела в это верить, потому что мы же все хотим верить в хорошее. Но не всегда так бывает. Но я понимаю, что лучше это все-таки знать правду, тогда из этой правды можно уже извлечь то, что можешь излечь ты. Понятно, спасибо. Светлана, а допустимо между приемами куркумы и полыни не пить воду, потому что к воде какое-то отвращение идет. А вы же смотрите, вы же куркуму с полынью пьете единоразово. Вы полстаканчика куркумы выпиваете, потом съедаете эту размоченную уже ложку, съедаете ее полынью и дальше запиваете куркумой. И все, и на минимум на 40 минут, на час забываете о любом питье. Нет, а я вообще вот к воде у меня как бы такое отторжение идет. Вообще в течение дня можно воду не пить? Это недопустимо. Да, нет, почему? Можно. Да, если не хочешь, можешь не пить. Просто единственное, чтобы нам прочистить и вывести кровь на другой уровень, нам ее лучше промыть. То есть кровь обновляется за счет жидкости. И не за счет бассейновской жидкости. Бассейновская жидкость, она все равно должна выйти. Это химия, это все химия. Но все равно, если не пить, все равно она может выйти, да? Да, конечно, она все равно выйдет. Светик, твое отношение к маслам, оливкам, ты сказала, что надо их менять. А вообще, если употребляешь салат, например, с авокадо, то можно ведь масло и не применять. С авокадо можно не применять масло, да. А вообще масло, как бы они хорошие. Это замечательные масла. И мы на 21 дне будем перед сухими днями будем замасливаться. Я расскажу, как правильно, я расскажу, почему, какими маслами будем замасливаться и что они будут нам давать. Вот, масла это хорошо. Почему? Я ни в коем случае не против их. Вот, просто мы сейчас не можем все в одну кашу смешать. Мы начали сейчас очищать кровь на лайте, мы сейчас очищаем эту кровь. А потом, когда вы будете подготавливаться, если даже кто-то не пойдет в 21-дневный марафон, да, кто-то для себя его оставит где-то, чтобы потом что-то посмотреть, то, пожалуйста, просто, если вы пьете куркуму, то уже масло не пьете. Если вы пьете чесночную воду, то масло не пьете. Если вы пьете масло, то все другое вы убираете. Если вы чем-то насыщаете организм, то это насыщение должно быть в первой половине, когда у вас нет еды, когда у вас вычищен желудок, вот, это должно быть насыщение вот этим. Если масло, берете любое масло, но одно масло вы пьете не меньше 4 дней, вот, то есть нельзя каждый день пить разное масло. Одно масло пьете 4 дня, потом захотели другое, пожалуйста, другое уже делаете, вот, но не меньше 4 дней, и не больше 7 дней прием масел. Ну, например, там 4 дня и 3 дня сделали, да, потом сделали перерыв обязательно на 3-4 дня. Киша, у тебя все готово. Спасибо, Светуль. А какое у вас отношение к бане? То есть баня ходит, это вот сейчас зацепило, а чуть-чуть вопрос про баню. Баня, это вообще великолепно. Во-первых, так, ребят, сейчас я вам как раз и расскажу еще. Баню я, вообще я очень люблю баню. Вот, баня замечательно, но обязательно, обязательно после бани вам нужно будет принимать холодный душ. Последняя должна быть процедура ледяная, чтобы вас собрать. То есть, что такое горячая вода, почему я не моюсь в теплой воде вообще? У меня тело не принимает, и вы можете на себе просто проверить. Когда вы лежите, например, в тепленькой, в горяченькой ванной, и потом выходите, вы прям чувствуете, что у вас ментал разошелся, вас как будто бы нет, вы вот такие вот расплывшиеся. Конечно, хорошо после этого момента полежать, поспать, еще что-то, но к вам не придет никакая информация, то есть, вы будете вот в таком состоянии пельменя. а если вы в холодной воде, то вас холодная вода, холодная вода ментал собирает, все ваши тела оно собирает, и вы становитесь вот именно тем человеком, который вы есть, и вы через эти вот менталы можете себя проработать и собрать. Поэтому баня, конечно же, хорошо, но и, ребят, нужно обязательно, обязательно, приобязательно, знаете, есть вот эти вот щетки с натуральной щетиной для мочалки, да, щетка-мочалка для кожи с натуральной щетиной, я рекомендую их купить и мужчинам, и женщинам перед сухими днями, обязательно, вы, не важно, чем, гелем для душа, мылом, скрабом, вообще обязательно, абсолютно не важно, вы очень хорошо прошоркиваетесь вот этими вот щетками, прям до красна всю кожу проделываете, вот, что это делает, у нас убираются старые частички, то есть, если мы будем просто себя скрабировать, они не убираются, а вот эта вот щетка, она хорошо убирается, вот эти вот старые частички все убираются, и у вас на сухих днях, когда идет, у вас будет лучше отходить интоксикация, то есть, вам не будет этой слабости не будет этого от тела неприятного запаха, очень, очень такого, бывает, прям, ацетоновый запах, да, он будет более легкий, потому что идет, вы открыли все поры, и у вас интоксикация будет выходить намного проще, намного быстрее. У меня же нафиг. Вот, закрывайте. у меня все, закрывай. Так, выключила. Да, вот, баню нужно обязательно заканчивать, баню это очень хорошо, единственное, ребят, если вы заходите на сухие дня, перед сухими днями баню можно принять, и после сухих дней тоже баню можно принять. На сухих днях баню лучше не ходить, потому что, что происходит на сухих днях? У нас получается на сухих днях жидкости в организме становится минимум. Вот, вообще, если мы возьмем мир, древний мир, так скажем, у людей в организме воды практически не было. Вот, и они весили не больше 15 килограмм при их росте. Вот, понимаете, да, что в нас? Вот, и мы все прекрасно знаем, что как управлять водой. Мы на воду наговариваем, она кристаллизуется, то, что мы наговорили. Значит, мы кто, если мы состоим из воды? Нами управляют. Чем меньше в нас воды, как бы это ни смотрелось глупо или еще чем-то, чем меньше в нас воды, тем меньше мы управляем. Вот, но об этом я тоже пока говорить не буду, оставим это на потом. Вот, что происходит, когда у нас мало в организме воды и получается, что когда мы в бане, у нас выходит, у нас же выходит не только вот эти вот токсины, у нас токсины выходят с солями, у нас очень много солей в организме. И когда выходит с солями, они остаются на коже, вот, а если мы не смываем, то у нас обратно эта соль, то есть вода испаряется, соль обратно идет сюда и у нас наступает дикий сушняк. Поэтому на сухих днях, если есть возможность, лучше уйти вот от этого соблазна сходить в баньку. Лучше либо до сухих, либо после сухих. Но когда вы уже чувствуете, что вы можете идти дальше по сухим дням и если вы, например, после каждой парилки поливаетесь ледяной водой, то у вас, как правило, этого сушняка не будет. И отека не будет после бани тогда. Светик, почему гранатовый сок это бомба? Потому что гранатовый сок, он кристаллизует нашу кровь вообще по-другому. Смотрите, гранатовый сок, он очень яркий. Это один из самых ярких соков природных. То есть мы не берем сейчас свекольный сок. Свекольный сок это то, что лежит в земле. Он больше искусственный сок, он темный, он земляной цвет. А гранатовый сок это то, что на солнце. Он созревает, то, что на солнце. И вот этот вот гранатовый сок, когда мы пьем, у нас получается, что саму кровь он кристаллизует по-иному. Почему его рекомендуют у кого анемия, у кого там пониженное железо, у кого там еще что-то. Ну, разные, разные. Мы даже не берем вот эти вот витамины, но тем не менее, гранатовый сок, когда мы пьем, мы можем, например, если мы хотим, если у нас есть какое-то, мы хотим прийти к какому-то важному решению, то вы можете, например, не кушать там часа три, четыре, потом выпить грамм триста гранатового сока, подождать минут 15 и войти в то состояние, где вы готовы принять какое-то решение. И оно к вам прям очень быстро придет. Ваше решение. Будете вы его делать, либо отвернетесь от него, это уже другой вопрос. Благодарю, очень интересно. Светлана, можно спросить. Конечно. Когда мы принимаем куркуму вместе с полыней, можно не кушать до вечера вообще ничего? Или нужно... Да, отлично. Нет. Если до вечера ничего не хочется кушать, это отлично. Вот у меня так получилось. Видимо, соли как бы нет, и просто тепло по телу, и пить не хочется, и что-то непонятно. отлично. А я через час выпила смузи банан, черника, шпинат. Ну и молодец. Куркума и... Плохо слышно. Еще раз. Вот эти соки куркума и другой, второй. Зачем это надо было? Посмотрите первый эфир. Давайте, ребята, чтобы у нас не были эфиры про одно и то же, да, чтобы нам было удобнее всем смотреть. Если кто-то пропустил первый эфир, то смотрите, я там все-все-все подробно рассказала, для чего мы это делаем, что происходит с нашим организмом, чтобы не повторяться. Он в закрепах есть. В закрепах есть и на ютубе уже есть. Где удобно, там посмотрите. Я посмотрела это. Ну да. Светик, лен молодый. Что? Лен молодый, вот эти живые льняные каши, как ты относишься? Очень хорошо. У меня их дети очень любят. А с чем замешивать? Я, так как они любят сладенько, я им замешиваю, как правило, с бананами. Еще можно там, их можно вообще льняные каши хоть с чем замешивать. Если, например, вы хотите что-нибудь там горяченькое, бывает такое, вот продрогли, там еще что-то, то очень хорошо льняную кашу делать вот прям как такой суп-пюре из льна. То есть можно лен размолоть вообще на кофемолке и туда добавить лен, теплую воду, очень теплую, и, например, авокадо. И у вас получится суп-пюре, очень вкусный. Туда можно, например, добавить ламинарии, она придает такой немножечко солоноватости. Очень вкусно будет. Еще очень-очень хороший супчик, тоже вам на заметку, он очень вычищает печень. Очень вычищает печень. Если у кого-то проблемы с желудком, какие-либо, то он тоже очень хорошо подойдет. Сейчас очень много тыквы. Вообще можете тыквой запастись, она, если ее не разрезать, она же очень долго хранится. Тыква сырая, сырая тыква в блендер либо с водой, либо у меня дети обожают сырая тыква и кокосовое молоко. Кокосовое молоко можно тоже теплое, я его слегка подогреваю, и получается очень вкусный тыквенный суп. Но они у меня туда просят добавить, немножечко подсолить, и получается, почему этим супом наедаешься? Потому что, во-первых, тыква сладкая, кокосовое молоко, оно такое, как бы получается, но оно все равно молочное, да, оно жирненькое, молочное, и плюс еще соль, получается у вас все вкусовые рецепторы практически удовлетворены. Благодарю. Очень хорошо. Офи-профессионная вакадо, нори или вакамы или ламинария, бомба вообще, надо попробовать. Угу. Да. Ребятки, еще вопросы? Ага. Простите. Насчет мы еще, простите, мина. Так, еще раз, кто-то начал говорить, если кто-то начинает говорить, ребят, давайте тогда кто-то один. Ага. Ага. Сколько мы выпили полынь с куркумой? Мы воду тоже вообще не пьем с утра? 40 минут не пьем. 40 минут минимум не пьем. После. До вообще мы ничего не пьем. Первый прием, вообще первый прием, что у нас попадает в желудок сейчас, это куркума с лимоном и полынь. После этого минимум 40 минут вообще ничего не употребляем. Поняла, меня интересовал до. Хорошо, спасибо большое. У меня вопрос насчет куркумы. У меня даже продают растительные лопатки. Так, подождите, девочки, опять несколько человек начали. Так, Тамара, давай, говори ты. Насчет куркумы вопрос. Она очень плохо усваивается. Тут я посмотрела ролик, она проходит через все органы и усваивается всего на 1%. Как если черный перец добавлять в нее? Ну, с лимоном она лучше, конечно, усваивается. Но насчет черного перца? Насчет черного перца не у всех, не у всех желудки его будут воспринимать. Черный перец, представляете, на голодный желудок черный перец, он будет раздражать. Мало того, что у вас там будет лимон, мало того, что у вас будет полы, если еще и черный перец, ребят, это будет перебор. Вы, конечно, можете попробовать, может быть, вам зайдет, но на большие массы я бы не запускала такую информацию. Добрый день всем. Светлана, добрый день. Благодарю за информацию, которую вы даете. Скажите, вот я принимаю, я мелю на кофемолке лен, вместе с травами, по огоням, сборам трав, я сама составила, и гвоздику туда еще добавляю. И я пью это периодически, но если что-то покушала, да, вот я это пью, и бывает так, что, ну, просто вечером, чтобы что-то горькое, да, и я думаю, что это у меня, ну, чистит кишечник, да, от плохой микрофлоры. Как долго я могу это принимать? Я уже принимаю это больше месяца. Как вы считаете? Стоит ли сделать перерыв? Смотрите, я как скажу, ребят, почему я всегда говорю, что если вы принимаете какие-либо травяные чаи, либо какие-то молотые смеси, максимум принимать три травы единоразово. Почему я так говорю? Когда я начала первый раз очень-очень давно чиститься по марве и огоням, я не поняла, почему мне так не заходит, а так как я очень сильно болела, и для меня любой раздражающий фактор был критическим, то есть у меня был и отек, и опухоли, и одышка была страшная, то есть ну все что угодно. Я не могла понять, почему у меня так, и там же у марвы и огоням очень-очень много трав, и я начала их изучать. И когда я начала их изучать, то когда они все по отдельности и про них читаешь, она каждая в своем индивидуальности, она великолепна, каждая трава. Но когда их начинаешь сочетать, то некоторые травы, они просто блокируют какую-то результативность друг друга, а некоторые травы в сочетании дают химическую реакцию, которая вредна для организма. Поэтому если вы не настолько сильны в травах, то лучше принимать не больше трех трав. И если вы принимаете, например, одну траву, то вот, например, у меня есть девочка, которая полынь принимает каждый день на протяжении уже семи месяцев, но она ее одну принимает, одну полынь. Она выглядит великолепно, она чувствует себя великолепно. Но когда это больше трех трав, тогда вам нужно очень хорошо задуматься, не нейтрализует ли одна трава другую. Каждой траве, вот берете одну траву, их вот сколько у вас остальных, к каждой соприкасаете ее, все это, весь химический состав этот изучаете, смотрите, есть отрицание или нет, и как она влияет друг на друга. И только после этого вы можете ее смешивать. Да, благодарю, Светлана. Я тоже изучала состав этих трав и как бы попыталась подобрать те, которые друг с другом сочетаются. Но спасибо. Я подумаю, действительно лучше меньше, наверное. Благодарю. Светлана, ты вот при езде на велосипеде ну форсируешь, там, к примеру, захотелось быстро проехать, проехал, вспотела или такого не бывает? Да нет, почему бывает? У нас же... Нет, я вот, я не знаю, может быть, у меня организм другой, может быть, еще что-то, когда говорят, что там сыроеды, малоеды, нееды, не потеют. Да нет такого, ребят, у нас же в воздухе столько влаги, я живу около моря. Но нет, если я... Тем более здесь, видите, здесь в Сочи вот такая вот местность. И иногда бывают такие горки, что там, блин, машина не всегда едет. И там начинаешь эти педали крутить. Конечно, ты пока едешь в горку, тебя никакой пот не возьмет. Но когда с горки у тебя начинается пин-пин-пин-пин, и поехала. Тем более, вы не забывайте, когда вы находитесь на малопитии, малоедении, неедении, все, что попадает в вас, каким-либо путем, оно максимально задерживается. Вот я сходила в бассейн вчера, и я сейчас буду ходить периодически. Я люблю эти растяжки в бассейне. Но после бассейна, в течение дней-двух, ты круглый становишься. То есть хлорка, она не выпускает эту воду из тебя. И это просто процессы, и к ним нужно относиться нормально. Нет, у меня бывает, то есть у меня нет такого, что я прям постоянно. Дело в том, что там не только хлорка. У меня друг спасателем работает вот в Пятигорской. Он говорит, что я вообще в этой воде очень редко бываю, просто там по надобности. И у меня сразу плохо становится. Поэтому и на теле пятна появляются. То есть то, то, что они, говорят, туда льют, это просто ужас какой-то. Кроме каких-то солей, кроме каких-то антибактериальных импортных средств, они еще вот хлорку добавляют. Там, говорят, ну целый ужас, короче. Ну да, есть такое. Я не могу слышать даже, как ты говоришь, я бы в такую воду не полез. Почему? Потому что вот в ванной обычно даже принимаешь, там, ну, хвойное там, или там лимона добавишь в ванну. Раньше перед парилкой женщины натирались брусникой, там, клюквой, то есть кислыми вот этими ягодами. И после этого шли в парилку. Еще парились, а потом, то есть вот через тело напитывалось шло. А когда ты сказала, что ты в хлорке купалась, мне просто аж слезы наворачиваются. Так жалко тебя. Ну да, ребят, вот прям просто вот хочется вот что-то такое. Нет, ну как бы я не могу же прийти со своими гирями, там, еще с чем-то в море начать заниматься. Ну как-то и так на меня многие смотрят, как на не совсем нормальную, да, что как-то там всю зиму в сланцах хожу, там, потому что ноги горят все время. Вот. А тут еще и прийти заниматься, ну, как бы все-таки нужно нервы людей поберечь. Ну вот захотелось с ними растяжку. Пока позанимать. Пока не так. Ну делай растяжку, делай растяжку без воды, а если хочешь модную процедуру, сделай себе в ванну, налей туда каких-нибудь эфирных масел. Мне кажется, ты выздоровеешь всегда от этих оттеков. Все. Я работала... Прямо следение. Ага. Да, Светик, я работала один день, один день в жизни на продаже химии в бассейны в Ярославле у нас, когда жила еще, сейчас живу в Нидерландах. Так вот, кроме всего прочего, там надо было продавать человеку, у кого есть бассейн индивидуальный, в одни руки, значит, от коррозии металлов, чтобы... От коррозии металлов средства обязательно. Потом бутылку для синевой воды, для прозрачности, чтобы вода не цвела. Ну, в общем, там, по-моему, пять номинований надо было за раз. И вот это вот все поддерживали. Ну, все, ребята, отговорили. Да, так что я после этого в бассейны вообще ни в какие. Называю это маринад. Не бойся, никто ничего не скажет. Мы за тебя. Хорошо. Да, давайте, ребята. Очень приятно вас слышать. Просто я, так сказать, снимаю шляпу, что вы много прошли и много для себя испытали. Потому что, по идее, мы все должны испытывать на себе вот как бы... Потому что у каждого индивидуальный опыт, конечно же. И вот я принимала, я просто писала вам в чат, я принимала гинкобелобу, еще живя в Америке, и там просто брала в аптеке. И каждый раз у меня просто, знаете, как будто я просто не жива и становлюсь. И я изучала, пыталась ее смотреть. Это замечательное дерево. Но, конечно, вот даже пишут, что она воздействия, пока не удалось его изучить и описать. И точно это то же самое с чесноком. Вот вы рекомендуете чеснок, но у меня идет кровь. Я очень люблю чеснок. Я его много очень ела. Но потом возникла вот такая вот реакция. Поэтому, что вы мне посоветуете? То есть я вообще не могу припременять, так сказать, ваши рекомендации. Или что-то, может быть, какой-то у вас есть идея по этому поводу. Потому что это, конечно, сосудистые вещи, я понимаю. Но вот что про сосуды вы скажете мне? Спасибо. Ну, вот смотри, и чеснок я тоже не могла принимать. То есть у меня дети его едят с удовольствием, а мне он не шел. То есть у меня очень сильный отек легких начинался после чеснока. Вот у меня такая реакция была. Но, тем не менее, вот я смотрю на детей, которые плюс-минус здоровы, они хорошо воспринимают. Что касаемо гинкобелоба, если мы говорим о сосудах, и ты не можешь эти воспринимать, то тогда брусничные листья, листья брусники либо листья вишни. Причем вишни можно даже дикой. Да, это отличная идея. Это я очень люблю. Спасибо большое. Да, ребятки, давайте еще пару вопросов. И я побегу, и у нас с вами 22 часа еще будет теперь. Я первый раз на вашем эфире и в чате. Скажите, вот, для новичков... Большое спасибо. Ага, для новичков. Вот, да, с крапивой понятно, куркума, лимон понятно. Как долго это пить? На постоянной основе? Или периодами какими-то? Нет, ребят... И куда пойдем посмотреть информацию про вас и что делать? Подождите, подождите. Сейчас Елена, подождите, Ольга сейчас... Дайте с Ольгой сейчас закончим. Ольга не расслышала... На первый вопрос сейчас отвечу. Сколько нужно пить? Пить, если мы пьем какую-то травку, мы пьем ее 10 дней, потом смотрим, как у нас организм на это смотрит. Если организм чувствует, что нам нужно идти дальше еще и еще попить вот этой именно композиции, то мы еще пьем. Если вы чувствуете, что готовы уже перейти и немножечко позамасливаться, то уже идете на замасливание. И вторую часть вопроса я не услышала. Где самостоятельно посмотреть, что делать, как быть? Потому что мне очень интересен 21 день, но я сегодня первый день с вами и сразу на 21 я не решусь. У меня обычное питание, как бы я ничего такого еще не экспериментировала. Вот таким начинающим куда обратиться, в какой источник, где на ваше посмотреть рекомендации? Есть ли в каком-то одном месте собранное? Ну, у меня очень много роликов на различные темы, в том числе и по разомасливанию и про все на свете на моем канале. Он так и называется Love Lana на YouTube-канале. Благодарю. 21 день будет повторяться марафон? Мы посмотрим. Я посмотрю, как пойдет, насколько это будет интересно. Я думаю, что да, если будет интересно, то потом повторим еще. Благодарю. Также будет бесплатно и три дня, наверное, потом чуть попозже, и потом уже так же пойдет. Угу. У меня вопрос. Могу задать сейчас? Да, да. Вот я писала в чате по поводу того, что желудок, вот язва там, поджелудочные проблемы. И вот этот термояджерный напиток, который я сегодня половинила, конечно, половину полынь, потому что я слышала о целителе, что там надо щепотку во рту держать. И вот я не рискнула, конечно, всю чайную ложку туда, половину. Скажите, а вообще не бывает отсложения у кого такие проблемы с желудком? Ну, вы знаете, у меня даже без желчного пузыря, Ларочка была, она даже эфир давала, мы с ней выходили на 13 дней сухих даже. Вот, причем чистились очень хорошо. Поэтому, ну, вот в моей практике, ну, у меня не так много людей, у меня, ну, наверное, их чуть больше 150, если вот с такими вот с каверзными какими-то болячками. Вот, но вот именно вот после таких, почему я и даю вот это, вот я и называю щадящее, после таких не было никаких осложнений ни разу. Хорошо. Завтра я, ну, может быть, еще один день половинку сделаю, а потом увеличу. То есть, еще один вопрос, Светлана. Да. По поводу вот холодной воды, раньше я хотела, но один раз был такой случай, меня просто невероятный патолог предупредил, что у меня в шее проблема, я уже забыла, как это называется, и он сказал, обливание холодной воды вам, говорит, вообще нельзя. Ну, я про это забыла, и в бане мне неожиданно племянница обдала холодной водой. У меня еще и грыжа позвоночная поясничная, правда. И я застыла. То есть, у меня, я не знаю, это и в памяти все-таки где-то отложилось, или действительно вот нельзя было обливание холодной водой, вот так на меня подействовало. То есть, мы потом крапивой меня, просто на даче там ничего не было, просто я попросила ее крапивой меня обработать, и потом я уже смогла шевелиться и доехать до дома. Вот. У меня, ну, это было, знаете, уже лет 7-8, назад прошло. Если есть сейчас вот уже с поясницей не такие проблемы, я уже занималась, то вы считаете, что можно так поливаться-то вообще-то? Ну, вы смотрите на свой, на свой организм, всегда смотрите, то, что я говорю, я же говорю свой опыт, как мне подошло. А вы уже смотрите по себе. Если вам это заходит, то делайте. Ну, ребят, очень хорошо, если у кого-то есть какие-то позвоночные грыжи, протрузии, еще что-то. Смотрите, очень хорошее. Это прям вводите себе, как, не знаю, как отче наш. Вот у каждого, блин, как бы сделать, свет уже такой непонятный. Вот так вот здесь, поставлю сюда. Так, смотрите, вот берете, вот так вот, у каждого здесь свой будет диаметр. Вот. Берете либо полотенчики какие-нибудь, либо, либо какие-нибудь тряпки, и чтобы был вот такой вот диаметр. Два таких валика закручиваете, которые будут помещаться точь-точь сюда. Вот. Два валика закручиваете, один кладете вот сюда вот под шею, а второй кладете вот сюда вот под поясницу. Ложитесь на пол на эти валики, вытягиваете руки и ноги, руки вот так вот, мизинчик к мизинчику прикрепляем и вот так вот на пол кладем. А ножки, большой палец к большому пальцу вытягиваем, прикрепляем, чтобы они у нас вот так вот. И так лежим пять минут, не меньше пяти, от пяти до пятнадцати минут. И так вот вытягиваем, прямо вот идем, идем, и вот так вот, одну ножку, как бы одну сторону, вторую сторону, одну сторону, вторую сторону, и вытягиваемся, вытягиваемся, вытягиваемся. И у нас вот эти вот межпозвоночные грыжи, через месяц у нас идет вот это вот прямо отсоединение, если они не очень заскорузны, у нас идет прямо вот это вот отсоединение, начинается циркуляция кровяного потока, начинают вот эти вот мелкие капиллярчики возобновляться. И были даже случаи, что вот эти вот грыжи, которые там уже вековые, они отходили, они прямо уменьшались, рассасывались. Ларочка, привет. Спасибо. Светочка, добрый день, родная. Я тебя постоянно слушаю, смотрю и восхищаюсь тобой. В декабре я провела 20 дней сухих. Это я вот к тому, о котором ты говорила, Даме, так что... Да, это как раз моя Ларочка, которая без желчного пузыря. Я все время за тобой наблюдаю, просто записи получается, но стараюсь не пропускать ни одного твоего ролика. Спасибо тебе, дорогая. Спасибо тебе, моя золотая. Вита, а можно, ты вот сказала, может кто-то что-то посоветует, ну, по мытью волос. Я тоже шампунь не мою, но стараюсь сполоснуть ромашкой. Вот, то есть, если ты наносишь масло, да, но сразу получается, сразу после шампуня. И как бы там микрочастицы остаются от шампуня, ну, как бы не совсем хорошо. А если ромашку и немножко лимонного сока сполоснул, ну, там, воду добавляешь, разводишь и прополаскиваешь, а потом уже, вот, как ты делаешь, вот масло... Да, лимонным соком я все время, да, я все время сполосываю лимонным соком, да, после шампуня, потому что иначе у меня, у меня такое ощущение, что у меня прям волосы начинают чесаться, не голова, а волосы. Да, у меня с этим... Спасибо. Светлана, добрый день. Скажите, пожалуйста, можно ли крапиву использовать вместо полыни? Крапива не даст тот эффект, и крапиву я бы не рекомендовала, потому что крапива, это вообще на густоту крови она идет. Она вообще никак не убирает у нас именно вот эту вот патогенную микрофлору, которая нам не очень нужна, вот этих глистов, всех паразитов, она не вычистит, но она может загустить вашу кровь, и не всегда она, не каждому это подходит. То есть это с крапивой нужно быть прямо очень охотно. Спасибо большое, благодарю вас. Здравствуйте, а у меня вопрос по поводу пижмы. О, пижма тоже замечательное средство. Если прям полынь совсем не подходит, то можете заменить на пижму. Я делаю отвары вместе, полынь и пижма. Это хорошо или не нужно совмещать? У них практически одно и то же действие, но я бы их совмещать не стала, потому что они вдвоем достаточно сильно бьют на поджелудочную железу. Ой, на поджелудочную железу, на надпочечнике, извиняюсь, ребят, на надпочечнике. Вот, под поджелудочным железом очень сложно потом перекрутить вот эту вот жидкость, которую вы вливаете. Поэтому я бы рекомендовала либо одно, либо другое. Не перегружайте себя. Невозможно все лучше и сразу. Да, скажите, не заваривать в сухом виде, потому что я все время заваривала. А, не в сухом виде. Я утром сказала, посмотрите, утренний эфир. Не заваривать, вот именно чуть-чуть, чтобы травка раскрылась. И потом ее берете ложечкой, то есть она не жидкая, не надо туда много наливать. Чуть-чуть, чтобы она намокла, эта травка, она раскрывается в течение пяти минут. И тогда у нее больше эффективность. Благодарю. А то совсем уже без света. Да, ребятки, задавайте еще вопросы. А сколько грамма полыни и куркумы? В первом эфире все есть. Ложка, ложка чайная. Смотрите, ребят, я прям там все показывала. Там прям подробный эфир. Вит, чайная ты сказала или столовая? Нет, чайная, чайная. Чайная ложка куркумы, чайная ложка этого полыни. А я столовую сделал. Ну, ты герой. Светлана, а про семя укропа что-то можете сказать? Семя укропа очень хорошо, если есть какие-то газообразования, если вы чувствуете какое-то вздутие. Если после, например, покушали капусту и чувствуете, что что-то немножечко не так, не то. Все, что связано с вялым, я бы так сказала, пищеварением, то тогда водичку укропа, вот это вот семена укропа, их тоже можно попить. Это первый момент. И второй момент очень хорошо, вот эта вот укропная вода, если ей умладцы. Она тоже очень хорошо снимает вот эти вот всякие отеки. Спасибо. Светлана, вопрос можно задать, да? Да, да, да. На сухих днях у меня случались случаи, каламур, икры сводят, ну, типа как судороги. О, да, очень часто бывает. Смотрите, чтобы икры не сводила на сухих днях, то можете, во-первых, есть, как она называется-то, магнезия. Магнезия в аптеках продается в порошочках, буквально на кончике ложечки ее выпивать, она очень горькая, я говорю, у меня аж прям это. И тогда вот это вот проходит. Но еще лучше, когда вы выходите с сухих дней, то тогда, чтобы не было вот этих вот состояний, оно же может хоть где-то, в любой части, ну, чаще всего, конечно, икры сводит. То тогда делайте, обязательно выходите, завариваете на пол чайной ложечки буквально, пол чайную ложечку, на пол литра горячей воды запариваете где-то полчаса вот полынь, вот так. Потом туда добавляете пол лимона, сок по полу лимона и добавляете туда одну ложку меда. И когда у вас будет горечь, кислота и сладость, то у вас тогда никаких вот этих вот судорог, ну, после первого-второго раза уже больше не будет случаться. А почему икры сводит? Икры сводит, потому что, когда мы на сухих днях, очень часто сводят икры, когда у нас, получается, из гладкой мускулатуры вода уходит, и когда мы начинаем пить, выходить из этих сухих дней, либо когда у нас влажность воздуха очень большая, и организм начинает ей напитываться, и он начинает жадно напитываться, и получается вот такой вот спазм. И чаще всего этот спазм происходит именно там, где больше всего разработаны мышцы, а мышцы ног у нас разработаны больше всего, особенно икры. Так не крути, потому что мы ими ходим, поэтому икры чаще всего сводят. Ребят, давайте последний вопросик. У меня уже телефон все в хлам опять разрядился. Я сейчас поставлю на зарядку, пойду схожу в зал, и в 22 часа мы с вами проведем лекцию. Давайте по фруктам, овощам, ягодам сделаем такое. И вопросы, конечно же, если появятся еще. И после лекции все гулять. У меня вопрос по поводу эфирных масел. Вы пользуетесь эфирными маслами? Смотрите, ребят, у меня было такое, мне очень хотелось что-нибудь цитрусового. Это когда у меня был, наверное, где-то четвертый месяц без еды и без жидкости. И мне хотелось цитрусовых не поесть, а понюхать. И я тогда вот рассказывала, я где-то, наверное, в месяц покупала апельсины и детям чистила апельсины. У меня все ногти болели, потому что там уже, у меня уже дети потом, у меня прям нюхать хотелось вот этих апельсин. Потом уже у меня дети взвыли, они говорят, мы не можем больше есть апельсины. И я себе покупала эфирные масла, я мазала этими эфирными маслами апельсина и нюхала. Это первый момент. Второй момент, если есть какие-то проблемы с кожей, вот как раз мы еще говорили про кожу, про лавровый лист, да. Если есть какие-то проблемы кожи, грибки кожи, еще что-то, то эфирное масло чайного дерева мажет и все тело. Оно очень хорошо, оно сначала прям горит, тело, а потом такой холодок. Вот, это первый момент, чайное дерево. Потом, если опять же какие-то проблемы с кожей, грибковые, то эфирное масло гвоздики очень хорошо. А вовнутрь вы не капаете на язык, да? Вот я, например, капаю на язык эфирные масла. Мне кажется, я пробовала, но мне, видимо, я уже пробовала на... Я уже часто была в сухих днях, то есть, как бы после двух месяцев, после четырех месяцев. И для меня это было такое, как бы, слишком для меня остро. А сколько у вас было максимум сухих дней, вот полностью чистых, без воды и без еды, за вашу практику? Ну, сколько? Почти два года. Два года без воды и без еды, да? Полностью совсем? Почти, да. Можно спросить, а у тебя вот жировая прослойка на теле есть? Ну, да, сейчас есть. То есть, она бывает по-разному. То есть, если я в одних процессах, то она бывает еще полностью уходит. В других процессах она есть. Сейчас она... Сейчас я, как бы, вела спортзал, и я думаю, что в ближайшее время она опять уйдет. Преимущественно на животе, да, у женщин? Вот как? Ну, а тут по-другому не может быть. Смотри, тут же получается, ты, когда идешь в проработку себя, у тебя меняется гормональный фон. Когда меняется гормональный фон, у женщин скапливается вот здесь вот жировая прослойка. По-другому она не может быть. То есть, руки, ноги худые. Вот. Но гормональный фон, когда меняется, вот этот вот спасательный круг. А ты, когда идешь в проработку себя, у тебя меняется именно гормональный фон. Извините, а вот еще... И у мужчин тоже появляется на животе, как бы, ну, я просто, извини. А вот еще один вопрос про сексуальность. Скажите, сексуальность не теряется вот во время вот этих дней и вообще вот в этот период? Ну, тут уже такой вопрос. То есть, изначально она раскрывается на новом уровне. То есть, ты уже более глубоко на это смотришь. А потом могу вам сказать, что, ну, нет вот этой вот надобности в этом физическом контакте. Сана, а еще вот можно вопросик про знов, про холод. На сыроедении зимой как бы немножко холодит. Чем спасаться, как бы, или что-то такое? Ходьба на пяточках, ребят, я уже говорила. Разрабатывайте свою воронку. Свой кровоток. То есть, когда вы ходите на пяточках, у меня тоже есть эфир где-то. Вот, я там как раз рассказывала, почему на пяточках. Потому что не менее пяти минут в день именно на пяточках ходить. Я вот, например, когда 20 дней постился, можно сказать, ну, последние 10 дней я пил воды только столько, сколько захочу. Хватало мне, бывало, даже одного глотка. Но у меня пот перестал вообще пахнуть. Вот я рукой проверял. То есть, так как я на обычном питании, я знаю, как он пахнет, всегда чувствуешь. А тут вообще перестал пахнуть. А вот ты проверяешь, когда ты проехала, как ты говоришь, вспотела на велосипеде. Проверяешь его, он пахнет? Он не пахнет, нет. Ну, вот. То есть, ты можешь, в принципе, высушить одежду, в которой ты ездил на велосипеде или ходил в спортзал. Она у тебя просохнет, и на следующий день ты одеваешь. То есть, она у тебя колом не стоит, она у тебя не пахнет. Ну, я это ощущение проходил. Я проходил это, да, я знаю, что это такое. Вообще, ты перестаешь вообще пахнуть. Светлана, а еще вопрос про клизмы. Клизмы вы делаете постоянно или уже нет совсем? А в начале вот пути делали клизмы? Очистить эмпалиптом или чем-то там? Я делала клизмы, да. Сейчас я клизмы не делаю. Вот я задумываюсь, что, может быть, еще сделать. Но пока только в задумках, пока не делала. Раньше делала, да. Я считаю, что это один из неплохих инструментов для вычищения того, чего нам не нужно. И еще, ребят, про холод. Давайте еще скажу. Помимо того, что ходьба на пяточках, очень хорошо холод. То есть, делайте контрастный душ. Кто не готов к холоду, делайте контрастный душ. Заканчивайте всегда холодной водой. Тогда у вас начинает кровоток быстренько бегать, и тогда появляется вот эта вот теплота. Еще, почему холодно. Холодно, либо отеки какие-то есть, либо холодит. Это у вас не хватает белка, соединительного белка в крови. Вот это тоже нужно понимать. То есть, тут много факторов. А чем белок этот восстанавливать? Белок этот восстанавливать? Ну, можете, можно же растительным белком это восстанавливать. Много-много очень продуктов. Вы можете просто заглублять и посмотреть. Не обязательно животный. Нет, гречка я имею в виду. А, ну там же не только гречка. Там, пожалуйста, любые бобовые. Там же очень много всего. Спасибо большое. Ребятки, чтобы эфир сохранить, давайте я сейчас заканчивать буду. Иначе у меня телефон совсем разрядится. Все занимаемся спортом. Выделите себе 40 минут, чтобы позаниматься обязательно спортом. Вот, я вам какой-нибудь там кружочек запишу из спортзала. И в 22 часа мы с вами встречаемся. Все, всех обнимаю. Еще один вопрос. Пожалуйста. Благодарю. Если ты, например, уже на 20-м дне почувствовал, что тепло в суставах пошло, нету подкосил, может человек уже почувствовать, что он на 20-й день перешел? Конечно, у меня был случай, когда у меня девочка вообще почувствовала, она там голодала-голодала, там и 30 дней, и 37 дней у нее выходило. И все, никак она не могла. И тут она мне звонит, она говорит, представляешь, я вчера, говорит, прям мясо, говорит, поела. А сегодня чувствую, что я вышла в автономию. Я говорю, ну хорошо, потом поговорю. Она мне звонит через месяц где-то, она говорит, я же так больше не ем и не пью, говорит, меня просто перещелкнуло. Абсолютно разные, ребят, бывают ситуации просто разные. Вы, может быть, не готовы еще переходить, но главное, себя не насиловать. Малоедение – это отличный вариант. А почему вы не называете это праноедением? Потому что, когда вы будете говорить про наедение, то вас будет питать божественная сила. А автономия – это как вы, как эгоизм, как вы отделяетесь, понимаете? А если вы будете называть это другим именем, то у вас будет энергия отворца эти и воспитать. Ну, да, Наташа, я уже много раз говорила, что мне не нравится слово автономия. Просто оно настолько сейчас распиарено, и чтобы было понятно, я применяю этот термин. Отпустили, Светлана. Не применяйте, применяйте праноедение. Хорошо. Ребята, давайте спасать эфир. Подключаем. Да, давайте. Все, давайте, ребятки, обнимаю вас. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова